Правительство наконец объявило о завершении сделки по передаче Арселор Миттл Темиртау. Правда, это название теперь войдет в историю. Предприятию, скорее всего, вернут старое – Кормет. Компания обошлась в нашей стране в 286 миллионов долларов. Однако просили за нее гораздо больше – аж 3,5 миллиарда. В переговорах, а их было за год 11 раундов, участвовало государство. Оно-то и договорилось с Миттллом, а уже потом акции выкупил Андрей Лаврентьев. Подробности глобальной сделки расскажет Яна Гладкова. Министр промышленности и строительства Канад Шарлопаев вернулся из Лондона с доброй вестью. Правительство Казахстана и Арселор Миттл наконец завершили сделку. В нашей стране компания обошлась в 286 миллионов долларов. Правда, просил за нее иностранный инвестор гораздо больше. Из-за чего переговоры и затянулись. В ходе переговоров компания Арселор Миттл озвучила стоимость этого актива на уровне 3,5 миллиардов долларов. И по мнению правительства, по мнению наших международных консультантов, эта цифра, конечно же, не соответствовала действительности. Переговоры начались еще в прошлом году и длились 11 раундов. Имя нового собственника Шарлопаев до последнего держал в тайне. Но все же интрига раскрыта. Им стал 40-летний бизнесмен Андрей Лаврентьев. Это группа компаний «Алюр» Андрей Сергеевич Лаврентьев. Они вступают в свои правоводения буквально в ближайший один день или два. Вместе с иностранным инвестором уйдет и название предприятия. Ему, возможно, вернут историческое кормет. Можем подождать, пока новый инвестор окончательно это подтвердит. Но с нашей точки зрения мы считаем, что было бы правильно вернуть ему историческое название кормет так, как оно было раньше. И я думаю, что сотрудники и жители этого региона нас в этом плане поддержат. Шарлопаев назвал передачу цитата мега-сделкой. И раскрыл подробности, для чего в ней требовалось участие государства. Первое, что произошло, государство купило это предприятие «Орсиор металл». По той цене, по которой мы озвучивали. И теперь оно, это предприятие, продает казахстанскому инвестору за те же самые деньги. Ну, на самом деле, соглашение между правительством республики «Орсиор металл» – это очень крупная сделка и имеет большое значение для республики. Со слов Шарлопаева, «Миталл» не имеет претензий к Казахстану. Более того, инвестор уходит из страны, жертвуя 16 миллиардов тенге в фонд «Казахстан Халкна». Половина средств будет направлена на помощь здравоохранению, другая – на развитие Тимиртау. Новый же собственник вместе с предприятием получил и старые долги. Ему предстоит погасить 250 миллионов в виде краткосрочного займа и 450 миллионов долларов за 4 года. При этом он обещает сохранить все социальные обязательства перед коллективом и вложить в модернизацию 3 миллиарда иностранной валюты.